Приветствую вас на канале инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Солдатова в состоянии средней тяжести по-прежнему находится в больнице. Четырехкратная чемпионка мира, 21-летняя россиянка Александра Солдатова по-прежнему находится вне Исклифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести. Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передачи и беседы с врачом, приводит РИА новости слова представителя Исклифосовского. Ранее Солдатова опровергла сообщение о своей попытке самоубийства, разошедшейся утром 6 февраля в российской прессе. А именно в четверг в социальных сетях появилась страшная новость, чемпионка мира 2018 в упражнении с лентой, трехкратная чемпионка мира в командном зачете 21-летняя Александра Солдатова была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицейда. В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицейдальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает. Телеграм-канал Мутко противуточнял, что у гимнастки глубокие порезы на левой руке. Врачи пока запрещают ее опрашивать. О проблемах со здоровьем у Солдатовой впервые стало известно в сентябре прошлого года, на финальном этапе Кубка вызова в Португалии гимнастка потеряла сознание во время исполнения программы. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление, объяснила тогда Дьяченко. Я знаю, что многих, наверное, вчера напугало тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной все отлично, чувствую себя прекрасно. Огромное спасибо всем за поддержку. Сегодня вечером мы возвращаемся в Москву, успокаивала потом болельщиков Солдатова в инстаграм. Александра не поехала на чемпионат мира 2019 года в Баку и больше с тех пор не принимала участия в соревнованиях. Анна Дьяченко, тренер Солдатовой, после личного разговора с гимнасткой объявила, что попытки суицида не было, а спортсменку уже завтра выпишут из московского НИИ скорой помощи и мент Склифосовского. Что не так с Солдатовой, со стороны история звучит дико. В соцсетях Солдатова выглядит одной из самых счастливых девушек России своего поколения. Она уже чемпионка мира и явный кандидат на поездку на игры в Токио. Саша, самая популярная гимнастка мира с 400 тысяч подписчиков в инстаграме и рекламными контрактами. В различных опросах Солдатова всегда входит как минимум в тройку красивейших спортсменок России. Завидный набор для 21 года. Так что же могло привести к проблемам со здоровьем? Страх перед Олимпиадой, жесткие требования тренера Ирины Винер, или ситуации, не связанные со спортом. Естественно, нет ни подходящего возраста, ни событий, которые бы однозначно вызывали нервную булимию и вытекающие из нее последствия. Однако мы можем вычленить ряд очевидных совпадающих явлений нестабильного состояния личности. Это череда болезней, постоянное эмоциональное и психическое перенапряжение, травли или злость на себя, проблемы в личной жизни. Так вот если проанализировать всю картину, то похоже, что на Сашу Солдатову девочку, которая даже сейчас говорит как ребенок и вряд ли соответствует слепленному в соцсетях образу секс-символа, одномоментно рухнула вся неприятная типология. 21 год — период, когда искусственно возвращенный тренерами характер постепенно мутирует в самостоятельную личность. «Я уже не та маленькая девочка, которая жила по принципу, ей сказали, она делает», — говорила Саша совсем недавно в интервью Матч ТВ. В том же интервью она подчеркивала особенную чувствительность на данном жизненном этапе. Солдатовой, ставшей первым номером сборной после ухода Маргариты Мамун, не везет годами. Сначала она сломала ногу перед чемпионатом Европы, далее были отказы от гран-при чемпионата мира, а также обморок в Португалии. Необходимость ежедневно вкалывать не позволяла достаточно восстановиться, что приводило ко все новым и новым проблемам. Система в нашем спорте построена так, что смысл существования атлета с пеленок — это олимпийская медаль. И дело отнюдь не только в деньгах, славе, квартирах или машинах. Просто с медалью игр в России ты и герой, а без — якобы неудачник. Солдатова же с юных лет будто раненый олень на подкормке. Сначала Саша ездила запасной на игры в Рио под Кудрявцева и Мамун. Затем, как мы уже говорили, стала первым номером сборной в новом цикле. Однако с изменением системы оценок сильные качества Солдатовой стало цениться ниже. А на авансцену вышли миниатюрные идеальные подготовленные для современной художественной гимнастики сестры Аверины. Впрочем, Солдатова все равно имела высокие шансы поехать на игры в Токио, но их постоянно уменьшали проблемы со здоровьем. Так Олимпийская история превратилась в борьбу с самой собой, своим телом и несправедливостью. Разве ради этого стоило ежедневно и часами мучиться в течение практически всей своей жизни? Солдатовой было бы намного проще, если бы не образ секс-символа. На нее подписано 400 тысяч человек, которые каждый день вожделеют или завидуют, глядя на эти фотографии с причудливо вытянутыми ногами. Увы, я немного зависима от плохих мнений, когда пишут негативные комментарии и обсуждают, говорила Саша совсем недавно. Похоже, даже в тяжелые месяцы она пыталась соответствовать этому счастливому инста-образу, чтобы оправдать ожидания сотен тысяч подписчиков. И даже сложно представить, что могло произойти с девушкой после сюжета РЕН-ТВ, где Солдатову зачислили в ряд знаменитых эскортницы, назвав на всю страну ценник — 10 тысяч долларов. Такие обвинения, даже если они на 100% ложные, могут не просто огорчить, но и разрушить жизнь человека. Плюс ко всему говорят, что на состоянии Солдатовой в последнее время сказалась несчастная любовь. И здесь стоит вновь вспомнить один из роликов с Ириной Виннер, которая объясняет Солдатовой, как правильно чувствовать, за любовь жизни отдать, умирая. В скором времени Александру Солдатову выпишут из Склифа. Она покажет нам раны на предплечье, а не на венах. Скорее всего, признает булимию, которую уже бессмысленно скрывать, и наконец-то получит от тысяч людей поддержку, а не требование быть успешной и сексуальной победительницей чего-то там. Да, если нам и Саша всем очень-очень повезет, то она сможет поехать на Олимпиаду, но пока остается задуматься хотя бы о паре других вещей. О том, что нет смысла завидовать известным личностям и считать их деньги. Многие из них страдают, многие из них одиноки, несмотря на горы денег, славу и миллионы подписчиков. И многие исчерпывают себя, ища вашего одобрения. Также стоит задуматься и о нашем спорте. Нормально ли, что юные спортсменки в России не только в гимнастике, но и, например, в фигурном катании и в других видах спорта, с детства становятся солдатами Олимпиады и уже в шесть лет грезят только о золоте. Стоит ли нам растить сначала самостоятельную и здоровую личность, а уже потом чемпиона? Нужна ли специальная психологическая реабилитация для профессиональных спортсменов, выпущенных из зала в жизнь? Ответ на это даст новое правительство. Но есть подозрение, что скрытые коды девиза «Россия, великая спортивная держава» не изменятся и мы по-прежнему будем измерять силу спорта в стране массовостью и вовлеченностью, а лишь бирюльками в виде олимпийских медалей. Всем привет! Я хочу сказать спасибо, что писали очень много приятных слов «выздоравливай, поправляйся» и так далее, но сейчас это немножечко неактуально, потому что я жива, я здорова, со мной всё прекрасно, чувствую себя просто отлично и хочу сказать, что я в шоке со всей этой ситуацией, просто в колоссальном. Причём, ладно я, я не представляю, какой ужас пережили мои родители, мои друзья, мои тренеры, это просто за грани разумного. И что я хочу сказать, что никогда не верьте прессе, потому что бывает пишут даже вот такой ужас. Я не первый раз сталкиваюсь с, так сказать, любовью жёлтой прессы, но эта вся ситуация переходит границы. Ещё раз говорю, что эта вся ситуация переходит границы, потому что я всего-то на завтраке порезалась ножом, и когда ехала на тренировку, я решила заехать в больницу для того, чтобы профессионально обработать рану. Думала я, что я молодец, поведу себя как ответственный человек, не буду заниматься самолечением, обращусь к врачу. Ага, но не тут-то было, я не успела ничего сказать, просто успела предупредить тренер, что я задерживаюсь на тренировку, и всё. И потом пустились вот эти слухи какие-то страшные, мне плохо, я умираю и так далее. Пожалуйста, не верьте всему, что пишут. И надеюсь, что скоро придут все, кто пострадал от этой ситуации, в себя, и я в том числе, потому что единственное, что я пережила за эти два дня, просто моральный ужас и шок от вот этого всего. Субтитры подогнал «Симон»!